Ребята, всем привет! 20 августа, отправляюсь в велопутешествие. Еду, кстати, со станции Столбовая, как всегда, на Режанке. Прикиньте, реально, Р-ка. Мы когда сойдем в Бикассово-1, я покажу. Я приехал в Бикассово-1, и здесь две Р-ки стоят, представляете? В одну сторону и в другую. Я такого давно не видел. Проезжали ЭП-2Д, и все. А здесь аж две Режанки. Сейчас пойду на кассу покупать билет на Калугу. Где-то через полчаса, даже чуть побольше, уже отправления. Вот такая красота. Две Режанки, обалдеть! Как бы, что забавно, я еще в Москве нахожусь. Решил немного проехаться здесь. Лесок посмотреть, там еще какой-то разъезд железнодорожный. ТО провел у вела, вообще как новый. Цепь раньше скрипела, сейчас нормально. Не успел. Тяжеловато с рюкзаком. С непривычки, конечно, потому что вес хороший. Ну, не больше десятки, но все равно. На велике-то ты, когда ездишь, привык, что же, легко. А тут непривычно. В принципе, вот. Он там, ушел туда. Вельник, я возвращаюсь. Блин, на велике одно удовольствие. Можно посмотреть то, что обычно ты бы не посмотрел без велика. Далековато на своих двоих. И времени немного. Я жду в Калугу поезда. О, блин, четырехвагонная, кстати. Блин, без номера сзади. Как будто в этом. В Бобрике Донском. Там такая ездит. Сейчас фотографию приложу. Были там. Жду поезда в Калугу. Через пять минут должен прийти. Я думаю, придет ЭП-2Д. Ничего интересного. Будет напорная башня. И я здесь сижу. Отдыхаю. Все, прибыли мы в Калугу. Вот на Касафарике приехали. Д4М. А рядом, кстати, Эрка стоит досухиничей. Это уже четвертая Эрка за день. Я думаю, на ней как раз с кем мы завтра и поедем. Нам в ту сторону. Как раз до Сухиничей. Там паровоз. Вот мой Вел. Ра-2 стоит. У меня по плану сейчас железная дорога. Итак, друзья, уже следующий день. Я Калугу особо не снимал, хоть и накатал достаточно километров. Еду в Сухинич и главный. Поедем на Демихе. Старом ЭД-2Т. Тоже приятно. Вот. Здесь Рижанка вот с четвертого пути отправлялась в Кресты. Это БМО. То есть напрямую идет из Калуги в Кресты. Представляете? Ладно, запиливаемся. Продолжение следует. Следующая остановка. Старом ЭД-2. Осторожно. Дверь не закрывается. Нефига здесь путь раздолбанный. Я с Сухинич и Узловых в центр города поехал. Здесь, в общем-то, одна большая улица. Ну, атмосферная очень. Сейчас обратно полечу. Походу, поеду на Ра-1. Вот она, Яуза. Вот она, Яуза, мои мечты. Ра-1, друзья. Все, расположился вот так вот. Ехать 40 минут до Козельска. Я не знаю, может тут, кстати, будет написано. Смоленский, Калужский, Рязанский, Роскокурский, Тульский. Там, естественно, нужен Калужский. Где мы находимся? Сухиничи. Я так понимаю, вот здесь. И вот мы едем до Козельска. И в Козельске тупик. Набелев. Видите? Вот мы туда с вами идем. Народ, доброе утро. Нахожусь сейчас в Козельске. Готов отправиться по РУЖД. Вот такой сказочный дом здесь. Я не понимаю, это жилой, не жилой. Здесь прям вообще все прекрасно сделано. Все хочется потрогать, интересно. Какой-то каждый угол продуманный. Здесь вон руль. Тут самое интересное, смотрите. Прикол. Запорожец. Запорожец. Вот так продумали, сделали, все. Это просто вообще чудеса какие-то. И напротив вот такой домик. Очень красиво. В сентябре 2022 года мы побывали в Тамбове. Город весьма небольшой. Чтобы облазить все интересности, двух дней хватит с головой. Для нас это была не совсем туристическая поездка, но почему бы не совместить приятное с полезным? Мы, как всегда, посмотрим на достопримечательности, позалипаем на транспорт, на окраину и даже прогуляемся по железной дороге. Идем по главной улице. Здесь, конечно, иногда вот такие архитектурные решения встречаются еще советские. Часов в 7.30 утра мы были уже на ногах и по интернациональной улице потопали в центр. Видно, что выстроено многое по советским лекалам. Длинные широкие проспекты, высаженные между проезжей частью и тротуаром деревья. И, конечно, большие площади. Вот, например, площадь Ленина. Вся укатанная в асфальт. Дошли до одной из главных улиц, Советскую. Меня позабавил один момент, от которого не застрахован ни один город. Но это прям занятно. Выпирающая ливневка, вокруг которой образовалась огромная лужа. Так и хочется сказать. Если когда-нибудь почувствуешь себя бесполезным, просто вспомни вот эту ливневку. Нашему взору сразу открылся Казанский мужской монастырь. Очень зацепил корпус духовной семинарии, который, если верить интернету, с 1924 по 1936 год именовался средней школой номер 5 Рязано-Уральской железной дороги. Для меня это стало настоящим откровением. Ведь, если помните, только недавно я ездил в экспедицию вдоль той самой упомянутой ЖД. За этим соборным комплексом есть река. И здесь такая набережная была организована. Просто город фонтанов. Здесь очень много фонтанов. Вот здесь набережная. Очень красиво, все чисто. Вон оса, типа улей такие небольшие. Что-то из деревьев. Выпилили много церквей. Вон там дальше тоже. И здесь какая-то памятная табличка. Памяти участников крестьянского восстания в Тамбовской губернии. 1920-1921. Навигационные всякие штуки. Памятник советскому писателю Сергееву Ценскому. Казанский мужской монастырь, в котором мы были только что. Здесь вот есть карта. Добро пожаловать в Тамбов. Причем, кстати, карта вообще полная. Здесь протокольные маршруты. Вокзалы, дворцы. Короче, основные достопримечательности указаны. Река называется Цна. И она здесь не такая маленькая, как казалось по картам. Парк очень красиво организован. Еще такая осень начинается. Немножко налились цветами. Деревья такими желтыми. Ровно в 10 включился. Город Фонтанов. Дойдя до Рассказовского моста, заприметили парк культуры и отдыха. Не могли отказать себе в удовольствии прокатиться на чертовом колесе и увидеть город с высоты птичьего полета. Несмотря на выходной день, народу было мало, и большинство тракционов простаивали. Даже на обожаемой орбите никого не было. Колесо обозрения было полностью в нашем распоряжении. Не сильно выше крон деревьев мы поднялись, но хорошо можно разглядеть Спасо-Преображенский кафедральный собор. Один из старейших в Тамбовской области. Реку Цну и лесопарки. С другой стороны можно покрасоваться на торговый центр. Вот мы подходим потихоньку к этой церквушке небольшой, храму. Он очень необычный. Здесь на территории ЛЭП, подстанция сзади. Прям на территории этого комплекса. Прям на территории ЛЭП, подстанция сзади. ЛЭП, подстанция сзади. О, двухпутка. Нифига себе. Друзья, без этого никак. Город Тамбов и ветка, идущая на элеватор. Здесь двухпутка, но заброшенная, судя по накату, ничего здесь не ездит Я бы здесь трамвай пустил, если честно Смотрите, здесь раньше когда-то путь уходил влево, куда-то туда Там уже деревни стоят, домики, видать, уже очень-очень давно все это дело разобрали Вообще, вот эта ветка, она идет на железнодорожный вокзал, мы совсем немного здесь прогуляемся Как бы впитаем дух вот этот вот железнодорожный, заброшенные железнодороги в Тамбове Короче, то самое разделение, оно раньше шло вот сюда Здесь видно, что уже ничего нету, но пути идут и какие-то ворота есть В Тамбове очень дорогое жилье, если брать отели Поэтому наш выход это авито Уже который раз это становится более актуально, чем брать какие-то отели Вот такой у нас вид из окна Вторая половина видео про Тамбов будет очень мокрой и промозглой Знатный такой дождик, поливал почти весь день Однако это не помешает нам изучать окрестности дальше Экипировав зонтики, мы пришли к мукомольному заводу По железной дороге которого вчера гуляли Здесь располагаются бывшие казармы имени воеводы Бабарыкина 1904 года постройки Завидев вход, решили исследовать внутренности До последнего не хотелось верить, что это жилой дом Но так оно и оказалось Это самая железная дорога, по которой вчера ходили В общем-то вот отсюда она свое начало берет, точнее конец О, кстати, там стоит ТГК-2 Тепловоз Вот эта часть здания, она жилая Вот здесь стоит тарелка, кондиционер Какая-то, блин, дверь Смотрите Подвальная, судя по всему Нифига себе Ну, просто интересно посмотреть Туда заходить, конечно, не хочется Абсолютно Вот, ну, ладно Суть, на самом деле, в ТГК-2 Переместились мы в советский район, где навернули крюк через спальники и промзону Покормили там собачку, вязавшуюся Прошли мимо складских помещений, старых сгоревших элеваторов, бывшего птицекомбината, таксопарка И вышли в цивилизацию Перед отправлением домой хотелось еще прокатиться на местном городском транспорте Жертвой стал Лиас-5256 с великолепным освещением в салоне Извините за каламбур, я бы даже сказал ламповым освещением Жертвой 29 вагон 29 вагон Очень коротенький репортажек из Новосибирска и быстрый срез происходящего. Понимаю, что наснимать можно было в разы больше и лучше, но данная поездка была очень личной. Однако даже в таком случае нам не помешало съездить в пригород, а именно в знаменитый Академгородок, побродить по городу и даже покататься на электричках. В следующий раз более основательно сюда наведаюсь и обязательно засниму больше, чем злосчастные две минуты. Следующая остановка – Нижняя Ельцовка. Осторожно, двери закрываются. Нижняя Ельцовка. Традион Счастницы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот. Но сюда ходят и обычные электрички, типа как торжки. Вот. Но торжки ходят еще дольше, там, 2 часа 30 минут. Все, готов выходить в город. погнали конакова грез да по-английски конечно забавно это конечная станция дальше поезд не идет о все ласку уже но начнется на разворот судя по всему вот еще оголилась несколько путей сегодня у нас 18 февраля не холодно не жарко даже кита товарные вагоны вон стоят что радует солнечно прям аж слепит ланика все выходим в город погнали здесь есть турники билет я взял 600 рублей кстати стоил что не дешево вот такая здесь привокзальная площадь небольшая миниатюрный вокзал автобусы ходят кубик улице гагарина 12 маршрут прикольно или ас-42 92 тут такие уже дома стоят не знаю пойду сейчас наверно куда глаза глядят но хотелось бы сторону реки вроде как город не очень большой я думаю там часа за четыре его полностью посмотреть вообще не составит какого-то труда ну я пока что иду по улице энергетиков там автобус подъезжает вот округа такие дома довольно типовые за что-то меня не впечатляют тверские эти автобусы если честно с левой стороны конаковская центральная районная больница кстати еще советская вывеска такая у нее сама вывеска вот сверху значок миленькая друзья мне нужно купить батарейки для моего пленочного фотоаппарата и довольно забавная ситуация произошла я спрашиваю типа где здесь купить батарейки мне говорят иди в боровой я такой где боровое где светофор я подумал это какой-то магазин потому что есть магазин да но на самом деле имел ввиду обычный светофор в этом городе что один светофор что ли ну вот то место где я шел там ни одного светофора действительно не было поэтому это какой-то видать ориентир местный батарейка заменена теперь можно творить о фига там вышечка колокола тоже вот на здании пойдемте посмотрим этот хваленый светофор ну светофор как светофор на самом деле я по карте еще посмотрел и кучей кого-то действительно единственный светофор в городе но это мы еще проверим сейчас мы пойдем вот в ту сторону сторону реки я думаю немножечко в дворы заглянем как всегда а дальше будем импровизировать это улица ленина поэтому здесь бюст стоит владимиру ильичу там такой небольшой скверик ну да они сократили что ли город колокола решили к н.к. а почему нельзя было просто написать колокола вопрос открытый на самом деле улица не очень продолжительным уже скоро выйдем к волге поэтому предлагаю забуриться в дворы какая-то штука стоит посреди ничего ремонт обувь вот кстати пример того как похожий дом может выглядеть наверное при капитальном ремонте вот его обшили кэш обходы такие забавные а я уже реку отсюда вижу кайф бани конаковский что ли там написано вот здесь магнит продукты он еще удали плана к реке пойдем здесь уже построили какие-то новые домики вдали и трубы у нас пахтят собственно город то известен тем что здесь грэс есть у нас станция так и называлась конакова грэс гидроэлектростанция так что туда наверное дороги нету там уже здесь окраина можно сказать далее промка идет поэтому мы пойдем вот в ту сторону потом так справа проходим храм сорока мучеников севастийских воу-воу здесь такой березняк супер вообще прям прям вообще супер я как погляжу здесь некоторое благоустройство произвели фонарики поставили беспроводные буква Г и вот она волга конечно вся в снегу вся во льду ну потому что зима февраль чуть позже вам одну историю расскажу связанную с волгой вон там палатки видать рыбаков благодать кстати да на лыжах бы здесь было бы суперски можно даже на ту наверное сторону сходить если будет желание нифига там этих рыбаков там все в палатках обалдеть ну вот я стою на реке вот куда надо на лыжах то ехать лыжники мотайте на ус протропить собственную лыжню если нет подходящий ну в принципе вот все имеется все ненадолго меня хватило сваливаю я с набережной но к реке мы еще с вами выйдем просто немножко в другом месте вау такие окна еще советские большие прикольно современник ДК видите здесь на торце здания какое произведение такая табличка неприметная Конаковский краеведческий музей так бы мимо прошел основан в 79 году филиал Тверского государства объединенного историко-архитектурного и литературного музея с 1 февраля по 31 марта Конаковский краеведческий музей закрыт на реэкспозицию блин понятно ну вот такие пирожочки а это конец того самого сквера если бы мы не свернули бы во дворы вышли бы сюда как раз с этого ракурса прям целое дерево такое зеленое здание я еще удивился специфичного цвета но дерево смотреть тут особо нечего я пока что действительно хожу просто время убиваю по дворам мне лично нравится не уверен что нравится остальным каких-то супер-пупер достопримечательностей здесь не будет наверное надо было это в самом начале сказать я хочу сказать это же беговая дорожка детства старенький газетный киоск не совсем доживший до наших дней как-то он прям на дороге конечно находится ну вот так незаметно дорога уперлась в реку сейчас нужно будет на ту сторону перейти я увидел по картам здесь есть понтонный мост очень сильный ветер и холодный прям продувает до костей ребята а вот и мост обалдеть я как раз в ту сторону иду в тех сосновых лесах в том бару черничник хренася скорость развил я единственный кто здесь поперся ну вот я в настоящем лесу уж не знаю передает ли камера но такой дремучий лес впереди темный но очень манящий прикольно он стадион прохожу какой-то народу здесь дофига что особо не уединишься иду потихоньку к волге вот уже должна появиться расскажу вам ту историю история называется неизбывшиеся путешествие мы распланировали все очень круто это была поездка на выходные в рыбинск в мышкин и в углич только в обратную сторону получается в углич мышки в ребят а фишка в том что попасть в мышкин можно только паромной переправой и только в самом самом конце я такой типу задался вопросом ходит ли там паром естественно он не ходит зимой я почему вспомнил эту историю потому что здесь тоже волга и она вся в снегу во льду возможно там и можно было бы пешком пройти но я в этом вообще не уверен поэтому еще среди вас есть те кто когда-то зимой эти города смотрел можете написать в комментарии свой опыт как добирались до мышкина было бы интересно это почитать а пока эту поездку мы отложили до лето наверное ну во всяком случае до того момента когда там наконец-то паром начнет ходить и вот и вот река волга блин офигеть она здесь широкая круто а вон там проталины с горки все катаются что ли кайф на самом деле у меня времени не так чтоб много осталось полтора часа а еще есть что посмотреть поэтому буду сейчас возвращаться назад всегда долго тупить нет смысла так пару фоточек сделать видно отсюда ту новостройку у которой мы были вот такой путь совершили ну и да как я раньше сказал это место черничник называется прям в карте наверное здесь чернику можно ввести тоже летом но местные по-любому пропылесосит все быстрее у вас блин в общем я нашел еще один светофор так что сожалению тот светофор не единственный но в принципе этот светофор находится в частном секторе по отдали от города так что можно считать что все-таки тот он один потому что больше в городе я светофоров не видел следующая моя точка это канаковский фаянсовый завод посмотреть его бюст калинину и позади проходная канаковского фаянсового завода это одно из самых старейших предприятий фарфоров фаянсовой промышленности в россии этот завод был основан в 1809 году до наших дней он не дожил конечно же 2006 году здесь закрылось все развалилась вы видели перекрытия у него вываливаются конечно здесь некоторые помещения арендую но большая часть завода пустует и буквально разваливается и вот главные ворота этого самого завода кстати здесь даже вот вывеска есть фаянс dance factory один из главных входов там кирпичами выложу на 1966 капец заброшек это все пристройки но все заброшенное а голубятя нифига только сейчас заметил слушаю курлыкает кто-то топаю в сторону вокзала естественно другой дорогой прохожу заброшки хочу сейчас пути посмотреть должна быть железка которая шла на этот фаянсовый завод только все раз снегом занесено зачем они заделали это таким образом не понятно извели только дерево я здесь по картам видел что вагоны какие-то стояли когда-то было довольно атмосферно но сейчас он посмотрите сериально что-то стоит снегоуборщик да здесь реально снега он убрали так что территория пожалуй не совсем-то и заброшенная скорее частично заброшенная стрелка такой ржавый снегочиститель там стоит вот но залазить оттуда не буду не входило в мои планы вот и туда железка убегает вон еще какой ларек нашел газеты журналы игрушки всякие и журналы роз тех инвентаризация а он там что-то едет кстати через лес проглядывается будка гбдшника старенькая я вернулся к железнодорожному вокзалу и вот здесь вот за автовокзалом да вот это автовокзал есть памятник я его сразу не приметил это памятник конакову собственно город назван в честь него так скульптуру установлена в память порфирия петровича конакова рабочего фаянсового завода одного из руководителей кронштадтского восстания в июле 1906 года после подавления восстания по приговору военного суда конаков был расстрелян его именем назвал наш город вот здесь т.м. 18 д.м. стоит т.м. стоит т.м. стоит т.м. стоит